Вот этот библиотечный комплекс, да, то есть здесь оборудованы стеллажи специально под печатную продукцию. Книги разного формата и разного жанра и разного вида, то есть для детского чтения и для взрослого. Проходите, проходите. Читальческая аудитория самая разная. Любят у нас фэнтези, это буквально неизменно в течение многих лет у нас читает фантастику. Причем это больше мужская аудитория, и начиная с 18 лет и нет ограничений в возрасте. В конце 90-х зарубежную литературу не спрашивали в начале 2000-х, то есть ту классическую зарубежную литературу. А сегодня спрашивают Стейнбека, сегодня спрашивают Ремарка, а молодежь читает Ремарка, например. И три товарища, и три фуальную арку, буквально все произведения от начала до конца вычитывают. Булгакова читает. Так, а что возьмете? Я хочу в детскую литературу для маленьких детей. Донцова – хорошие произведения, почему их не почитать? Почему не почитать? То, что уже читает хорошо, Донцова хорошо выписывает литературные сюжеты. Они весьма быстрые, интересные, мобильные. Это отвечает современному, скажем, ритму жизни. Другое дело, что если, скажем, они только Донцова читают, а они видят огромный широкий пласт той же, пусть детективной литературы, или какой-то остросюжетной, то мы хотим не усложнить чтение, а приподнять уровень читательской культуры – это да. Если он сегодня читает Донцову, читает Маринину, мы, безусловно, потом, может быть, мы предлагаем и другую литературу, которая позволит задуматься. Смотрите, «Тукай», 1946 год издания. Так книга издана, да? Посмотрите, малая серия поэтическая «Тукай». Мы все были удостоены такой серии, да? Габдула «Тукай». Видите, она вся такая библиотечная. Вот мы были в Доме ветеранов, я говорю, бабушки нам заказали, например, одна бушка, я была удивлена, с 70-го года издание «Вальтер Скотт» «Пятый том». То есть это, значит, человек, который прочитал все четыре тома однозначно, да? Может быть, и шестой, и седьмой там прочитали. Вот такие узкие заказы, безусловно, мы этот заказ будем выполнять. Вот смотрите, вы смотрите, вы видите, читаете. Я вижу некоторое оздоровление все-таки нации, да, потому что, ну, в плане каком, вы меня поймите правильно, люди потянулись за чтением. Наконец, как будто бы мы все проснулись после 90-х. Я вижу, что мы это пережили. И сегодня мы хотим быть образованными, и от мракобесия хотим уйти.